Когда вы играете в слова, вероятно, всегда психуете с обилия буквы А. А ведь на самом деле, наиболее часто используемая буква в русском алфавите – это буква Е. Не знаю, как вам поможет в жизни этот факт, но вы начали смотреть 13 выпуск Культа. Продолжаем тему моды. На этот раз Алия побывала на Волга фэшн-маркете и оценила работы поволжских дизайнеров. Волга фэшн-маркет – центр протяжения российских дизайнеров и самых творческих людей по Волжье. Основа концепции маркета – максимум визуальной эстетики и пользы для посетителей. Ждала насыщенная программа лекций и мастер-классов, атмосферная музыка, фотозона и дизайнерский декор пространства. Что расскажет о вас ваша одежда и как проявить свою индивидуальность, можно узнать на лекции. Это либо форма, какая-то необычная, либо какой-то блин, либо этот цвет. Здесь собирается очень много творческих людей, приятная атмосфера и хочется в нее погрузиться. Мы не пропускаем такие мероприятия. А сложно ли свой бренд развивать у нас? Если ты знаешь, что ты делаешь и делаешь это с душой, то всегда найдутся люди, которые разделяют твои взгляды. Я никогда не участвовала в таких мероприятиях и решила, что пришло время. Мероприятия проходят в выставочном зале «Акбарс Ретро Касс». Можно не только купить шмоточки, но также полюбоваться ретро-машинками. Я в прошлом году участвовала на модном показе «Волга Фэйшн Вик». Мне нравится вся эта тема. Всем сейчас очень нужны эмоции хорошие, теплые. Я думаю, все приходят просто отвлечься, переключиться. «Волга Фэйшн Маркет» посвящен весеннему обновлению и вступлению в лето легкой походкой. Можно ли совместить искусство танца и искусство живописи? Естественно, «Окрыленные» — это экспозиция, открывшаяся в рамках 35-го Нуреевского фестиваля и посвященная непревзойденному артисту балета Рудольфу Нурееву. Подробнее узнаете в сюжете о Деле. Творческое наследие Рудольфа Нуреева танцора, дирижера и балетмейстера поистине удивляет. А убедиться мы в этом можем на выставке «Окрыленные», которая как раз посвящена артисту. Давайте же вместе взглянем на экспозицию. Выставка «Окрыленные» открылась в галерее современного искусства в рамках 35-го Нуреевского фестиваля. Основную часть экспозиции составили работы московских фотографов Надежды Шибиной и Дениса Гладкова. О фотосессиях снимались звезды балета. Все артисты примерили на себя арт-объекты известного московского аф-артиста Светланы Ланшаковой. Это возможность посмотреть на классику, возможно, с другой стороны. То есть мы очень часто боимся воссоздавать что-то и очень часто забываем прошлое. Сейчас мы можем взглянуть на это прошлое благодаря чему-то новому. Открытие же прошло очень интересно. На нем выступили эксперты и автор идеи, куратор и продюсер выставки Нателла Войскунская. Она рассказала гостям о экспозиции и этапах ее создания. Кроме того, на сцене были показаны перформансы и исполнены музыкальные сеты. Посетить выставку «Окрыленные» можно в галерее современного искусства. Она продлится до 19 июня. Представим, что однажды вы открываете глаза и попадаете в далекое прошлое. Какие есть ежедневные ритуалы, поверье и приметы? Знают ли о них люди? Узнавалась или я? Все мы в детстве задавались вопросом. Почему нельзя переходить дорогу после черной кошки? Или почему, если упадет вилка, то в ваш дом обязательно кто-то придет? Что ж, давайте узнаем ответы на эти и другие вопросы у жителей Казани. Принято встречать гостей хлебом с солью, а не с какой-то другой приправой. Что? Ну, гость, мне кажется, сразу должен знать натуру вообще русского быта. Хлеб, всему голова, соль, заколка русского характера. Что будет, если черный кот перейдет дорогу? Да не знаю. Говорят, что несчастье. Раз нужно постучать по дереву, чтобы не случилось что-то плохое. Три раза. Ой, девушки, хороший вопрос. Мне нравится ваш вопрос. Приметы верю. Но я никогда не стучала. Поэтому не могу сказать, сколько раз надо постучать. Но кто как хочет, пусть стучит. Я согласна. Что вас ждет, если вы надели вечно изнанку? Мне кажется, меня ждет удача. Я буду сбережена от глаза. Ничего не случится. Сделать зеркалом, если что-то забыл и вернулся домой. Простереть. Посмотреться в него. Приметы окружают людей с самого детства. Ну а верить в них или нет, решать только вам. Думаете, больше выставок не осталось? А вот и нет. К 140-летию, со дня рождения Николая Фешина, в ГМИИ РТ открылась выставка со всеми его работами. На ней побывала Полина. Пока погода продолжает насылать тучи, гулять и делать летние фотографии особо и не хочется. Поэтому лучше всего посетить интересное и красивое место. Что мы и сделали. В ГМИИ РТ как раз проходит выставка, посвященная творчеству Николая Фешина. Художник был достаточно известен в России и СССР. В США считается национальным американским живописцем. Он создал более двух тысяч произведений, которые находятся в коллекциях более 30 музеев. Безусловно, вершиной творчества Фешина являются портреты. Иногда весьма необычные и пугающие, но также стоит отметить и его скульптуры. Кроме того, на выставке можно встретить работы художников 18-19 веков, в том числе Айвазовского, Репина и Шишкина. Прогулка по такому красивому месту точно поднимет, пусть не летнее, но настроение как вам, так и вашим подписчикам. На этом все. До встречи или... Это начало бэкстейджа. Что надо хватать на актерскую мастерскую? Что спросишь у меня? Вырубай! Тут съемка видео запрещена. Что там на татарском? Саля, как настроение? Да. Отлично. Своем познании настолько преисполнился, что... Жулик, не воруй! Она еще и есть успевает на съемку. Я пробовала кофе в конопле. Мы это не будем говорить никому. Какая ты лохматая, господи. Ты отзываешь? Камеру вырубай. Алия, здоровая. Давай еще выходим, поспрашивай. Муля, не нервируй меня. Все? Да. Не обесценивайте чужой труд, пожалуйста. Безумно можно быть первой. Алия убежала. Рам, Вася, рам! Ходим за оператором. Смотрим, что она делает. Так вот происходит съемочный процесс. Какие дрожат. Давай рубай. Давай, пробай. Камеру вырубай. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok